Коношевич Владимир Анатольевич родился в 1888 году в Новочеркасске. Окончил Московское училище живописи вояне и изучества. Преподавателями в училище были Каравин и Малютин. В 1915 году Коношевич переехал в Петроград, участвовал в росписью Юсуповского дворца вместе с художниками Торсой и Малютином в реставрации Павловского дворца-музея. Художником-иллюстратором Владимир Коношевич стал случайно. Жена и дочь художника находились на мурале. По воспоминаниям дочери, отец рисовал для нее картинки на каждую букву алфавита и вкладывал их в письма, которые привлял жене. Так появилась первая книга Владимира Михайловича «Азбука в рисунках Коношевича» в 1918 году. В 1922 году выходят оформленные Коношевичем сказки Шарля Перо и сказка о рыбаке и рыбке Пушкина. Книжки нарядные, красочно запоминающиеся. В 1922 году также художник оформляет сборность стихотворений Фетта, используя притом изысканные орнаменты. Для сборника Коношевич сам подбирает стихотворения. Он создает свое визуальное и поэтическое повествование. Не случайно исследователь его творчества Мула писал, что рисунки Коношевича к стихам Фетта остались в истории русской графики, как превосходную лирическую страницу, где художник не побоялся составляться с поэтом. С 1923 года Владимир Михайлович сотрудничает с Маршаком. Их долгое и тесное сотрудничество начинается с книги «Дом, который построил Джек». Большой резонанс вызвали иллюстрации стихотворения Маршака «Пожар». С помощью всего трех цветов – красного, желтого, черного – художник сумел создать запоминающееся, выразительное, динамичное, напряженное зрелище. Также в 1923 году выходит сказка о глупом мышонке с иллюстрациями Коношевича. Картинки на правой стороне каждого разворота изображают приоднение нового героя. Персохудожник помещает героев, животных в обстановку обычной комнаты и придумывает для них комичную ситуацию. Лягушка залезла на стол и забавно жестикулирует. Петя Щука прибыла в лоханке с водой, залив всю комнату. В 1924 году Коношевич иллюстрирует сказку Чуковского «Мухина свадьба». Только в 1927 году сказка выйдет под названием «Муха-цикотуха». Коношевич признавался, что Чуковский – его любимый автор. А Чуковский считал Коношевича любимейшим иллюстратором. В 1930 году с иллюстрацией на Коношевича вышел вот какой рассеянный маршавка. Керчук – искусствовед. Писал о работе художником. Но я хочу вспомнить о рисунках Коношевича в издании 1930 года, в которых человек рассеянный начал жить. Легкие, почти небрежно набросанные подвижным, но точным пером и условно в два тона подкрашенные. Они, пожалуй, не покажутся, на первый взгляд, достаточно серьезными, заслуживающими, да еще 40 лет спустя, отдельной статьей. Но в веселых и живых рисунках Коношевича есть своя глубина, не сразу заметная внутренняя значительность. В них стоит глядеться. Для каждого произведения поэтов художник находил неожиданный пластический ход. В книге «Кошки-лукушки» предметом для обстоятельного иллюстрирования становится буквально каждая отдельная строчка. В тараканище главная роль отведена не животным, а окружающему их экзотическому скалистому пейзажу. Особенно зрелищно и изобретательно оформлены загадки. Яркость возникающих перед зрителем картин усиливается черным фоном. Для того, чтобы узнать визуальную словесную разгадку ребуса, надо перевернуть страницу. Во время ленинградской блокады Коношевич оставался в осажденном городе. Работал над оформлением Ленинградского военного медицинского музея, сделав около 50 рисунков для атласа переливания крови. Рисовал портреты бойцов Ленинградского фронта. В блокадном Ленинграде была организована его персональная выставка. Позднее сам художник с присущей ему самой иронией говорил о своих блокадных работах. Трудно представить себе, что они сделаны рукой дистрофика. Сборник «Плывет-плывет кораблик» Юрий Молок называл главной детской книгой Коношевича, которая тут не только создает удивительно яркие, красочные, радостные люстрации, но и возрождает традицию книжки-картинки, с которой начиналась советская детская книга. Возвращает себе власть над маленьким зрителем, снова доверяясь ему фантазии. Географы и искусствоведа в один голос заявляют, что книга «Плывет-плывет кораблик» стала главной детской книгой Коношевича и событием и праздником детской люстрации. Последняя работа Коношевича – иллюстрации ко всем сказкам Пушкина. Исследователь Громова обращал внимание на то, что кроме поиска пластического решения иллюстрации, Коношевич проводил настоящие научные изыскания, анализировал тексты Пушкина. Так, например, на одном из рисунков в сказке «Золотом петушке» он изобразил царя с шутом, играющими в шахматы. В окончательном варианте этой сцены у Пушкина не было, однако она была в одном из черновиков. Субтитры создавал DimaTorzok